Один из основных вопросов – ремонт и благоустройство дворов. В этом деле бить будут неточечно. Работать собираются комплексно, что называется, по площадям. Масштабным планом – серьезное финансирование. На обновление дворовых территорий готовы выделить полмиллиарда рублей. Одно дело – дороги, мосты. Все это хорошо, но когда человек выходит во двор, и тут ямы, тут разбито, тут не устроено, территория, конечно, вызывает очень много на сегодняшний день вопросов. Поэтому мы с губернатором проводили здесь вот совещание. В этом зале принято очень серьезное решение. И мы сегодня ставим по 250 миллионам на эти цели. Мы уже, в принципе, решили вот эту вот проблему с помощью правительства Ульяновского областного. И лично Сергей Иванович, он уделяет очень много внимания вот этому направлению. Но мы ставим вопрос 500 миллионов рублей. Вопрос неспроста подняли на встрече с председателями ТОС. Именно они аккумулируют инициативы, просьбы и предложения жителей, готовых с небольшой финансовой помощью изменять к лучшему окружающую реальность. Мы практически встретимся с каждым старшим по дому, с каждым активом для того, чтобы убедить, где что. И сделать не просто сделать, а освоить 500 миллионов рублей, а именно сделать там, где это сегодня необходимо. Именно для того, чтобы мы получили положительный результат от населения и решили те проблемы, которые волнуют сегодня население. Сейчас явно видно, что люди, ну как бы, все больше и больше верят в то, что делается, и то, что это не просто какой-то период такой маленький, а то, что это будет продолжаться. И это было сказано о том, что на следующий год, на следующий год. Глава города также отметил, что именно ТОСовцы, неоднократно поднимавшие вопрос об уборке так называемых серых зон, сдвинули его с мертвой точки. С 1 января ничейные территории примет на баланс администрация. Для этого муниципалитет при поддержке регионального правительства планирует закупку новой спецтехники.